Вести Карачаева, Черкесия Министерство промышленности и торговли России разрабатывают новую меру поддержки промышленной ипотеки для обеспечения промышленных предприятий готовыми площадями, а также стимулирования создания новой промышленной инфраструктуры. Этот механизм предполагает предоставление льготных кредитов по ставке не более 5% годовых промышленным предприятиям на приобретение производственных площадей, девелоперам производственной недвижимости, застройщикам и управляющим компаниям индустриальных парков и промышленных технопарков. Поддержка подразумевает субсидирование недополученных банками-партнерами доходов в размере ключевой ставки Центробанка. Это позволит предоставлять преференции в виде сниженной ставки кредитования для конечных заемщиков. Предполагается предоставление кредитов по ставке не более 5% годовых на сумму до 500 миллионов рублей на срок до 7 лет для промышленных предприятий и до 2 миллиардов рублей на срок до 10 лет для застройщиков парков. Не стало ветерана. Ушел из жизни Алексей Алексеевич Дармаграев, участник Великой Отечественной войны, наш земляк, человек, который был и остается примером мужества, доблести и любви к своей родине. Алексей Алексеевич был фронтовиком, прошел Белгород, Харьков, дошел до Ямполя на границе с Румынией, участвовал в освобождении городов Бессарабии и Бельцы. В последнем получил тяжелое ранение в грудь. За боевые заслуги был награжден Орденом Великой Отечественной войны второй степени и юбилейными медалями ко Дню Победы. Горько терять наших героев, тех, кто освобождал мир от нацистской чумы и подарил нам будущее, возможности жить в свободной и великой стране, соболезную близким Алексея Алексеевича. Для всех нас это невосполнимая потеря. Вечная слава и вечная память нашему дорогому ветерану, написал в своем телеграм-канале руководитель региона Рашид Темрезов. Рассказывать на юридическую поддержку могут также лица. Претендующие на признание их вынужденными переселенцами и граждане, ходатайствующие о признании беженцами и члены их семей. Это стало возможно благодаря решению депутатов парламента республики внести изменения в статью оригинального закона о некоторых вопросах оказания бесплатной юридической помощи в Карачаево-Чрикесии. Партия медикаментов для солдат отправится из Карачаево-Чрикесии. В рамках проекта Народного фронта «Все для победы» груз передали сотрудники Центра здоровья села Учкикен. Принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо зайти на сайт победа.онф.ру и выбрать конкретного куратора или готовый гуманитарный набор. Кроме того, необходимые вещи можно принести в оригинальное отделение ОНФ. Их список есть на их сайте. В ряде населенных пунктов республики сегодня приостановлено газоснабжение в связи с плановыми работами на объектах газораспределения. В частности, подача газа перекрыта с 8 утра и до 5 вечера в селе Чапаевском и поселке Октябрьском Прикубанского района. А 22 июня газоснабжение будет приостановлено в южной части Черкеска с 8 утра до 20 часов вечера. Во избежание аварийных ситуаций потребители газа просят в указанное время по возможности не пользоваться газовыми приборами. По всем вопросам обращаться по телефону 104. В ауле Хабе с полным ходом продолжаются ремонтные дорожные работы. Скоро на 5-километровом участке автотрассы Черкеска-Архыз будет обновленная дорога. Существовала острая необходимость ремонта данного объекта. Во-первых, он проходит по центральной улице районного центра, где расположены социально значимые объекты. А во-вторых, ведет к популярным курортам республики. К тому же теперь она станет шире. Улучшение идет по самым современным стандартам в несколько этапов. Снятие старого покрытия, реконструкция дренажной системы, работа с грунтовым слоем и нанесение асфальта. Сейчас специалисты усиливают так называемую дорожную одежду. После реконструкции новый участок трассы прослужит дольше за счет особенностей щебеночно-мастичного асфальтобетона. Работы планируются завершить к 1 сентября текущего года. В Черкесске объявлен новый прием заявок на благоустройство дворов. За время существования программы формирования комфортной городской среды в республиканской столице благоустроено 130 придомовых территорий. До сих пор ремонтировали дворы, жильцы которых сами подавали заявку на ремонт в 2017 году. Теперь объявлен новый прием заявок. Так, с 20 июня по 20 июля текущего года жители многоквартирных домов могут предоставить пакет документов на участие в следующем этапе программы. Очередная сельскохозяйственная ярмарка, приуроченная к празднованию столетия образования республики, развернется в ауле Кошха Бальхабесского муниципального образования. Она состоится в пятницу 24 июня с 8 часов утра на территории Дома культуры. Пройдет и концертная программа с участием творческих коллективов района. Следующая ярмарка запланирована в ауле Учкулан Карачаевского муниципального района 16 июля. В пятницу 24 июня партия «Единая Россия» и Ассоциация юристов страны проведут всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи. Оказание гражданам юрпомощи востребовано и поэтому уже стало традицией. Такие тематические приемы проводятся несколько раз в год, рассказала пресс-секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Фатима Мидова. Обращения жителей рассмотрят депутаты, адвокаты, профессиональные юристы. Проводят подобные приемы граждан, где помогают и оказывают юридическую помощь бесплатную несколько раз в год. За это время уже десятки людей в нашей республике получили бесплатную юридическую помощь. Жители приходят с самыми разными вопросами. Это выплаты пособий детям, представителям старшего поколения, это оформление пенсии, выплаты алиментов. Приходят с вопросами, касающимися трудовых прав, разъяснением норм социального обеспечения и рядом других. Стоит отметить, что все поступившие обращения тщательно рассматриваются профессиональными юристами и людям оказывается действие в решении проблем. Прием граждан будет проходить по адресу в городе Черкесске, проспект Ленина, 154, с 10 часов до 13 часов дня. Записаться можно на прием, лично обратившись в региональную общественную приемную по этому адресу, или позвонив по номеру телефона в Черкесске 20-12-12. С апреля 2020 года Пенсионный фонд оформляет материнский капитал в проактивном режиме без обращения со стороны родителей. За более чем два года семьи Карачаева-Чеси в таком формате получили свыше 5100 сертификатов на первого и второго ребенка. Специалисты оформляют сертификат в электронном виде и направляют в личный кабинет родителя на сайте ведомства и портале госуслуг. После этого через кабинет можно подать заявление о распоряжении средствами и контролировать их остаток. У семьи таким образом есть возможность сразу распорядиться материнским капиталом после рождения ребенка, не обращаясь в территориальный офис за сертификатом. Напомним, с прошлого года получить материнский капитал и направить его на выбранные цели стало быстрее. Срок оформления средств сократился до 5 рабочих дней, срок распоряжения капиталом – до 10 рабочих дней. У тех, кто отметил 80-летний юбилей, удваивается фиксирована выплата к пенсии. Повышение было предусмотрено федеральным законом о страховых пенсиях. Тему продолжит руководитель пресс-службы отделения пенсионного фонда республики Анна Шаганова. В Корчево-Черкесии проживает более 12 тысяч пенсионеров, перешагнувших 80-летний рубеж. При достижении этого возраста пенсионерам в беззаявительном порядке производится увеличение фиксированной части страховой пенсии по старости. Напомним, для лиц, являющихся получателем страховой пенсии по старости, достигшим возраста 80 лет, федеральным законом о страховых пенсиях предусмотрено повышение, размер которого составляет 100% размера фиксированной выплаты. С 1 января 2022 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 6564 рубля 31 копейка. Есть исключение. Инвалидам первой группы повышение фиксированной выплаты устанавливается до 80 лет при установлении факта инвалидности и позже уже не пересчитывается. Важный момент. При достижении возраста 80 лет обращаться за указанным перерасчетом не нужно. Кроме того, неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 80-летним гражданином, предусмотрена ежемесячная компенсационная выплата в размере 1200 рублей. Около 400 кустов конопли изъяли полицейские республики с приусадебного участка жителя аула Адыгихабль. Полицейские задержали 56-летнего местного жителя. По предварительным данным, наркоплантацию мужчина организовал для личного употребления. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства». Сумая Салпагарова, выпускница 5-й школы села Терезы Малакарачаевского района, получила на ЕГЭ по химии высший балл. Она неоднократно становилась победителем и призером муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Сумая стремится расширить и углубить знания по химии и биологии. Умеет самостоятельно и творчески работать с учебной и научно-популярной литературой. Она в будущем готовится стать врачом, продолжая традиции семьи. В четверг, 23 июня, в республиканской столице для 570 учащихся школ Черкеска пройдет общегородской выпускной. Для тех, кто в этом году прощается со школой, подготовлена праздничная программа, в том числе с участием звезд Северного Кавказа, зрелищное шоу на Большом пруду, парка культуры и отдыха «Зеленый остров» и многое другое. Очередная серия мероприятий акции «Генеральная уборка» прошла на этот раз во всех населенных пунктах Карачаевского района и Карачаевского городского округа. В мероприятии приняли участие порядка трех тысяч человек. Акция проводится по инициативе Регионального министерства природных ресурсов и экологии в период с апреля по ноябрь и пройдет во всех муниципальных районах и городских округах. Мероприятие уже прошло в Адгихабльском, Ногайском, Изжигутинском и Зеленчукском муниципальных образованиях. Очистку берегов водных объектов провели в рамках традиционной всероссийской акции «Вода России». На уборку вышли сотрудники районных администрации, коллективы и жители населенных пунктов. Кроме того, сотрудники министерства контролируют ход проведения мероприятий по уборке, а также принимают личное участие в акциях. В конце июля генеральная уборка пройдет в Урубском районе. Черкесский театр имени Мухарбека Акова подготовил для выпускников спектакль «Алые паруса», пример которого уже составился в республиканской столице. Картина пришлась зрителям по душе, рассказала директор театра Дина Акова. «Алые паруса» — это повесть, которую каждый должен прочитать еще в юном возрасте. И решение поставить спектакль по произведению, ну, пожалуй, одного из романтичных писателей классической литературы Александра Грина было принято совместно с нашим драматургом Зурабом Бимурзовым и режиссером-постановщиком Анзором Емкожевым. Хочу отметить, что с драматургом Зурабом Бимурзовым наш театр работает не первый год, и все его пьесы, что на русском, что на черкесском языке, имеют огромный успех не только в нашей республике, но и за пределами. Также хочу отметить, что режиссер-постановщик из Кабардино-Балкарии Анзор Емкожев работает с нашим театром не первый год и не первый раз. Это его четвертый спектакль в нашем театре. И спектакли, поставленные режиссером-постановщиком Емкожевым, участвуют во многих театральных фестивалях. Мы выступаем с этими спектаклями в различных регионах и получаем немало наград. Я хочу сказать, что для этого спектакля мы приглашали хореографа, потому как спектакль поставлен в виде музыкального спектакля, мюзикл. Мы приглашали хореографа, который работал с нашими артистами в течение двух и более недель, каждый день. Также для этого спектакля были записаны специально песни авторские, которые наши артисты записывали в профессиональной студии с профессиональным аранжировщиком. В год-столетие Карачаево-Чкесе на Московском бульваре в парке «Чистые пруды» открылась фотовыставка о нашей республике, на которой представлены более 150 фотографий. Это, в частности, архивные кадры, хранящиеся в Историко-культурном и Природном музее-заповеднике имени Марии Байчоровой. Уникальные работы известного фотографа Дмитрия Ермакова, который начал свою работу еще в 1860-е годы, и снимки современных фотографов республики. Все это познакомит гостей и жителей Москвы с историей Карачаева-Чкеси, ее природным многообразием и выдающимися уроженцами республики, среди которых герои СССР и России, герои труда, деятели культуры и искусств, труженики и все те, кто внес непосредственный вклад в становление и развитие республики. Выставка продлится до 3 июля. В республике стартовал региональный этап проекта «Золотые имена народа в России», направленный на выявление и поддержку представителей разных национальностей, проживающих в стране. Стать участником может хранитель традиций своего народа, который внес весомый профессиональный вклад в развитие своего региона и страны. На региональном этапе проводится отбор одной кандидатуры от Карачаева-Чкеси. В дальнейшем он же примет участие в федеральном этапе. Прием заявок осуществляется до 1 сентября текущего года. С 30 июня по 3 июля в Дагестане пройдут соревнования «Школа безопасности». Карачаево-Черкесию представят ребята из Урупского района, победителей республиканского этапа соревнований «Школа безопасности». Сейчас они упорно готовятся к поездке в соседний регион. На базе Карачаева-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России имени Дзираева проходит отработка практических мероприятий. Напомним, ежегодные соревнования «Школа безопасности» проводятся для формирования у подрастающего поколения сознательного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, закрепления практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях. С 1 по 3 июля текущего года на Софийское поляне Архиза состоится открытый чемпионат Карачаева-Черкесии по ловле рыбы спиннингом с берега, посвященном столетию образования республики. Информацию комментирует директор Федерации рыболовного спорта Карачаева-Черкесии Сергей Бугаев. На данный момент на соревнованиях зарегистрировано 28 спортсменов и 10 судей. Спортсмены из городов Краснодар, Ставрополь, Минводы, Пятигорск, Сентуки, Черкесск и Владикавказ. Но регистрация еще не закрыта предварительная, поэтому спортсмены еще будут регистрироваться. Судейский состав уже скомплектован. Соревнование пройдет в дисциплине спиннинг с берега с запуском рыбы в водоем. Запускаться будет прудовая форель, так называемая радужная форель. И ловиться она будет по принципу, конечно же, поймал-отпусти. С крючками безбородыми, с наличием подсаков и так далее. То есть по всем правилам рыболовного спорта. Соревнование пройдет в два тура, в два дня, каждый день по 4 периода. Продолжительность периодов по 45 минут. Все это, конечно, будет очень зрелищно, интересно, для начинающих познавательно. Так что новичкам советую приезжать, посмотреть. Для того, чтобы узнать подробности о этом соревновании, можно зайти на страничку ВКонтакте, которая называется Форум Федерации Рыболовного Спорта КЧР. Или на другой ресурс, который называется Ахтуба. Подробности можно узнать также по телефону 8 906 445 49 37 или 8 988 912 75 55. Ну и последняя информация. Как мы уже сообщали, на базе дельтадрома Южный в Усть-Джигуте состоится чемпионат Южного и Северокавказского федеральных округов по сверхлегкой авиации. Мероприятие пройдет с 23 по 26 июня в рамках празднования столетия Карачаева-Чрикесии. Это будет красочное и зрелищное мероприятие. В чемпионате примут участие порядка пяти десятков спортсменов. Кроме того, у всех желающих будет возможность попробовать полетать на параплане в тандеме с инструктором. Радио России. Карачаева-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков республики, сегодня по Карачаево-Чрикесии переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Днем в отдельных районах сильный дождь и град. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем при грозе порывы до 15-18 метров. Температура воздуха от 27 до 32 градусов тепла. В горах местами плюс 18-23. В республиканской столице кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до отметки плюс 32. На этом информационный выпуск завершен. Его провела Рита Нирова. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова